Ну вот такой у нас образец получился. Делали мы его по техзаданию, еще раз напоминаю, по 3D визуализации. В проекте заложена картинка пола. На мой взгляд он получился на нас очень похож. Материалом мы используем микробетон арт, торговая марка Вау Калор. Мы уже заколировали микробетон в три цвета, темно-серый, бежеватый и палевый. Образец у нас загрунтован грунтовкой контакт-грунт. Мы сделали такую шероховатость для хорошего сцепления. В составе этой грунтовки кварцевый песочек. И за счет этого образуется нужная шероховатость, которая положительно сказывается на сцеплении между материалом и основанием. Наносить материал мы будем по принципу венецианской штукатурки. То есть мы берем три цвета, смешиваем их на шпателе и растягиваем по основанию. Замешиваем материал в необходимых пропорциях различных цветов. И растягиваем по основанию. Матылел наносится в толщину зерна, то есть не надо оставлять какие-то сильные наплывы, чтобы это в дальнейшем не сказалось на гладкости покрытия. Но как раз в этом варианте у нас задача получить составенный полк с выбоинками, с царапинами, с уявлениями неравномерными. В принципе, первый слой уже готов. Мы его сейчас ставим сушиться и дальше продолжим наносить второй слой. Так, первый слой у нас уже высох, и мы приступаем к нанесению второго слоя. Второй слой мы наносим отдельными участками, то есть мы перекрывать первый слой на 100% не будем. и будем наносить отдельные фрагменты. Материя вот точно так же перемешивается на шпателе. Так, давайте посмотрим. Так. 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 И специально оставляем небольшие продирчики между первым и вторым слоем. За счет этого и будет видна легкая рельефность покрытия. так. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Ну и в завершающем этапе мы накидаем островков, наделаем шлепков легких, которые в конце заполируем. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, ну в принципе на этом все. У нас уже получился достаточно глубокий рельеф. Следующее, что мы сделаем, это покроем все качественно лаком и высушим. Для тонировки мы будем использовать два типа лака, точнее два цвета лака. Лак называется бетон фикс. Это лак на водной основе, значит один цвет у нас светло-кофейный, а второй обыкновенный натуральный цвет лака, белый. Ну при высыхании он становится полностью прозрачным. Главная особенность этого лака заключается в том, что он не меняет цвет покрытия после высыхания. Но прежде чем тонировать покрытие наш образец, мы тщательно заполируем. Берем лак и местами наносим его на покрытие. Растирание происходит за счет втирания губкой в различных направлениях. Для состаренного эффекта мы опять же тонируем фрагменты. Заколерованным лаком тонируются фрагменты. А бесцветным лаком уже будем полностью проходить по всему образцу. Можно взять несколько цветов лака. Все сделает покрытие только интереснее. Но тут уже смотря какая задача поставлена. Ну а сейчас мы все прокатаем валиком неколерованную основу лака. После этого поставим его сушиться. И после высыхания уже нанесем более крепкий лак под названием Кера-Арт. Так, сейчас тщательно покрываем все лаком бетон-фикс. Добавляем все лаком бетон. Так, следующий этап это финишное покрытие лаком Кера-Арт. Это у нас будет завершающая стадия. Финишный лак можно наносить в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы у покрытия увеличилась прочность и появилась хорошая влагозащита. Полное высыхание такого лака примерно составляет 2 недели. А на отлеп покрытие будет готово примерно через сутки. Это если высыхание будет происходить при комнатной температуре. Все, на этом все закончено.